Приехали мы из Хламова, побыли в гостях. Теперь нам в лес нырнуть. Валя вчера нашла два ведра, опят нам набрала. Говорит, мы их сварили и сами сильно-то не едим, но приедут эти городские и поедят. Для них они делают. Пытаемся посмотреть этот лес. Говорят, опята есть. Симпатичный, даже очень симпатичный. Посмотри, похоже на лисичку грибочек. Не знаю, натуральная лисичка рядом с поганочкой или нет. Это какой-то шикарный дрожалковый гриб. Он весь как дрожалка. Это супер. Их даже едят, я знаю. Но это редкий гриб. Очень редкие грибы. Вот такой вот он. Вот он весь. Интересный гриб. Я его возьму и дома сниму. У меня телефон отличный. А-72. Там макросъемка, микросъемка. Что-то есть, наверное, надо попробовать потом снять. Какой интересный гриб. Когда ж не опята искать, если мне вот это надо разбирать. Выглядит сверху. Забираю. Растет ведь. А я его не видела. Ну что ж. Ладно. Пусть живет. Мухомор. Привет. Я тебя не съем. Не бойся. О, еще казушка у него здесь есть. Забежали в лес посмотреть опята. Но пока их мы не видим. Вон там еще третий. Бог любит троицу. Вон третий. Тот самый красивый. Младший. Только это не русские опята. Это китайские опята. И это еще королевские опята. Мне они не нужны. Что-то я их не хочу даже и брать. Мы и так далеко. 160 километров приехали. По делам к своим знакомым. Вот. Забежали в лес опять посмотреть. А их пока мы не нашли. Мы сейчас уедем. И поэтому возьму-ка я их своей соседке Леночке. Заберу. Они чистенькие. А это у них споровый порошок такой. Отпечатался на пластинках. Ладно. Такую дали приехали. Грибов не нашли. Надо хоть эти взять. Леночке отдать. Она в лес не попадает. Но грибы очень любит. Симпатичные. Их готовят со специями. Они очень красивые. Когда их сваришь. Они в баночке красивые. В люди красиво смотрятся. Вообще милые грибочки на вид. Хорошие. Красивые. Но я их недолюблю. Ладно. Здесь другой лес. Очень красиво. У меня очень много видео с наших лесов. Мы из Питера приехали. Я еще не успела их загрузить. Да. Я вижу хороший гриб. Рядов. Типа кобылы, наверное. Говорушка дымчатая. Дымчато-серая или рядовка синяя. Голубая это. Фиолетовая то есть. Сейчас буду разбираться. Лиловая нога я наверное какая-нибудь. Но лиловую ногу я не наблюдаю. Лиловые пластинки. А это дымчато-серая. Вот ножки от опят. Рядом с моими рядовками. Опята или ложные опята. Я. Или ложные опята. Только их совсем мало. Пока что. Да я думаю что мы тут и ничего не найдем в дороге. И две долги дымчато-серые. Вон там один опенок. Маугли нервничает. Зовет он. Сапоги не взял. По одному. По одному. По одному. Сначала подумала что это зонтик. Это лесной шампиньон. Вот два шампиньона надо брать. Забил грибами. Смотрите-ка. Какие ворушки. И на дерево залезли. Высоко. Человеческий рост. Это летние опята. Их надо забрать. Я люблю из них суп. Настоящие опята не очень красивые. Маугли еще тут шипит. Ему надо уходить. Боится дождь пошел. А здесь. А здесь. Здесь удобные грибы. Даже вот эти вот говорушки. Они чистые. Оранжевые. Можно забрать. А вот эти вот. Ой Саша. Зачем я тебя позвала? Ты нашел столько этих дымчато-серых говорушек. Смотри. Ведьми на кольцо. Мы будем их резать до упада. Короче до упада. Пойду свои ворушки заберу. И будем резать все эти грибы. Вот эти вот рядовочки. Как их у нас в народе называют. На самом деле это говорушки. Дымчато-серый. И Маугли нашел боровик. Что-то он нервничает все время. Никак не может успокоиться. Ему не надо эти грибы. И этот лес. Он даже без сапог. Ну ладно. Но хочу показать свою находку. Вон там еще одна. Вон она. Может быть не одна. Надо смотреть. А их две. И так далее. Маугли фиолетовая. Целый ряд. Маугли нашел на выходе. Мы выходим. Опят мало. Но этих очень много. Их наверное не берут пока. Всем опята нужны. И опята. Это точно опята. Вот. А это рядовка ложная. Еще какая ложная. Подожди секунду. Я снимаю ложные рядовки. Они пахнут очень плохо. Они более-менее ровненькие. Пленочка со шляпки. У них не снимается. А крошится. Вот такие ложные. Ложные-ложные рядовки. Чисто белые. Беленькие-беленькие. Пластинки у них белые. У нас уже корзинка. Где-то здесь машина. Недалеко. А мы еще режем рядовки. Синие. Фиолетовые. То есть. И какие молоденькие. Свеженькие. Ой. Придется делать банку. Я хотела эти все грибы. Все-все сегодняшние. Отдать своим подругам. Но синие и фиолетовые эти. Я не отдала. Не растопчись сзади тебя. Вон еще там. Сейчас пойду снимать. А ты режь. Хочешь я порежу. Еще один рядок. Не зря их называют рядовками. А опята старые. Крупные-крупные уже здесь. Вот один богатырь стоит. Вымахал. Никто его не брал. Что он один. А это нам повезло. Хоть не опята. Хоть вот эти. Буду заготавливать. Куда деваться. Не хочется. Но что делать. Нашла себе работу. Можки у них толстые-толстые. Ну и довольно-таки чистые грибы. Эти не очень темные пластинки. Бывают вообще чернильного цвета. Очень-очень темные бывают. Но это светленькие. Вчера бегали по нашему лесу. Где подосиновики растут. Три штуки еле-еле нашли. И все. А здесь всяких-всяких грибов. Один белый нашли. Рядовки. Говорушки. Дымчато-серые. Даже опята. Но люди. Машины здесь стоят у обочины. Люди ищут опята. Они знают места. А мы не знаем. Незнакомые ли. Пухнатики растут. Порхалки или дождевики. Как их называют. Красивые грибы. Их бывает много. Они очень вкусные. По телеку даже сказали в передаче о грибах. Что суп из них гораздо вкуснее, чем из белых грибов. Такой у них вкуснейший бульон получается. Мы их тоже кладем в суп. Валяется в глухом лесу. Крепкое что-то такое. Непонятно. Но я не думаю, что это гриб головач. А может быть его усохший. Он бы должен испортиться. Я вижу ряд грибов. Говорушки. Наверное. Нет. И вот эти не говорушки. Это фиолетовая рядовка. Так. А там дальше. И где-то. Вот и говорушки рядом растут. Вот они какие. Их много тоже. Сейчас мы уже выходим. Сейчас выходим. К машине почти. Лес красивый. Нарядный. Богатый. Грибов много. Разных-разных. Но нам пора. Уже дождик начинается какой-то. Нам еще ехать 60 километров домой. Все. Леса старые здесь. Заколдованные. Красиво. И интересно. Но Маугли спешит. Ему это все надоело. А мне нет. Я бы тут бегала. С утра до вечера. Но, увы. Командир. Сказал вперед. По машинам. Мы уезжаем. Мы отсюда уезжаем. Опята все-таки были по одному. На земле. Ладно. Уезжаем. Всем пока-пока. И до встречи. И до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok.